Ну, я родом сам из Архангельска, с севера. Да все на самом деле очень банально, я думаю, как у многих. Просто меня родители отправили заниматься в секцию, ну лет в семь, по-моему, чтобы там не шлялся нигде по всяким подъездам, там прогуливал уроки, грубо говоря. Такое, чтобы по вечерам было чем заняться, ну и спорт хорошо. Вот, никаких там серьезных амбиций изначально, естественно, не было. Так, как пойдет, чтобы занять время, а потом что-то пошло-поехало вроде. Динамо Москва, я воспитанник школы динамовской. Была аренда в Нову, у меня в Новокуйбышевск на полсезона. Играл еще в Динамо, но в Динамо 2. Не молодежная, а в ИШКА. Вот. И вот в том году год в Сургуте, уже такой полноценный в Суперлиге. Вот, и все, теперь факели. И пасующим был, я даже центральным блокирующим был. Ну вот, лет 12 как раз. Меня в Москву пригласили когда. Я с 13 лет в Москву переехал. Вот меня как раз пригласили. На тот момент я был центральным блокирующим. Вот, был связующим, центральным. И потом в Москву переехал, стал доигровщиком. Вот. И где-то лет, наверное, в 17 только. В 17, да. В 18 стал Либера. Я все сразу расспрашивал. Кто будет главный тренер, какой будет состав. Ну, это все важно, интересно. Вот. И меня это очень заинтересовало. Ну, это интересный проект очень. Сейчас у нас команда молодая. Все очень перспективные молодые парни. Ну, в основном, там, больше половины, наверное, у нас. Это 6 или 7 игроков молодежной сборной, которые сейчас на чемпионате мира играют. То есть все перспективные парни. Просто, ну, очень интересно показать себя и индивидуально себя, и как команда, что мы стоим. И я думаю, что это мы можем быть очень крутой командой. Да я, наверное, полкоманды и до этого знал. Там у нас многие, кто сейчас здесь, были в Динамо. Из столичного Динамо. Воспитанники. Там пересекались где-то, где-то в сборной, где-то на играх на каких-то. Ну, то есть такой, на самом деле, волейбольный мир, он не такой большой мой. И все, когда плюс-минус одного возраста, там, разница там 2-3-4 года, где-то пересекаешься. Да, конечно, я думаю, что ему тоже это по-своему интересно. Видно, что он так, не то что осторожно, так изучает все то, что... Ну, для него тоже это, по сути, новая команда. Да, хоть он в том году тоже был в факеле, но почти весь основной состав поменялся. Там плюс-минус, там, остались несколько человек только с прошлогоднего стало. Я думаю, что ему тоже интересно. Нет, он подсказывает вообще. Я думаю, что он по-любому достойный быть капитаном. Мы уже с ним один раз даже посидели вдвоем. У нас так получилось случайно, мы там в кафешке встретились за ужином. Вот, мы очень приятные, вообще добрые. Да, честно говоря, вот мы сейчас играем уже второй этап Кубка. У нас далеко не весь состав. У нас половины команды отсутствуют на Чемпионате мира. нет главного тренера. С каждой игру у нас меняется состав. То есть, ну, при этом мы каждый матч бьемся с теми же командами в Суперлиге, которые там, игроки уже опытные и так далее. Выигрываем, да, проигрываем. Но никогда там нас 0-3 не уносят без шансов. То есть, я думаю, что у нас, ну, мы по силам там в плей-офф заходить точно. Просто все будет от нас зависеть, как мы будем работать, как мы будем себя показывать. Я думаю, что, ну, лично мое мнение, что вот у нас очень хорошая команда, молодая. То есть, все пацаны, там, хорошие волейбристы, там, даже на данный момент уже, просто очень будет многое зависеть от головы. Ну, то есть, менталитет, нужно вырабатывать этот менталитет победителя, стрессовые ситуации, тяжелые игры. Это все тяжело. Я сам через это проходил, ну, и до сих пор прохожу, естественно. То есть, там, нет предела этому. То есть, вот если с этим мы справимся психологически, сами себе не проиграем, то я думаю, что у нас хорошие шансы хорошо выступать вообще. План всегда один, просто прогрессировать. Просто хочется играть и прогрессировать. У нас, ну, в моем случае, в нашем случае, у нас три либера сейчас. У нас, ну, высочайшая конкуренция. У нас все три либера, каждый из либера, это либера своей молодежной сборной. В прошлом Джек Андреев уже за национальную сборную привлекался. То есть, высочайшая конкуренция, но я считаю, конкуренция – это двигатель прогресса в любом случае. Не знаю, цель одна – это вот прогрессировать, заявлять о себе. Там как пойдет. Я люблю очень кавказскую кухню и итальянскую. Ну, например, паста карбонара. Вообще бомба. Могу каждый день есть. Люблю хинкали, но их надо редко есть очень. Потому что можно как бы не влезть потом в форму вообще. На поляну выкатиться просто, а не выйти. Ну, я такой своеобразный меломан. Но в основном русское. Все русское практически. Ну, люблю рэпчик. Они всегда есть, но они каждый год меняются. Каждый год меняются. Но на данный момент вот мы… У нас второй выезд только. Пока я ее не нашел. Но она будет сто процентов, да. Ну, сейчас какой-нибудь хитяра выйдет, и игра пойдет. Мы будем выигрывать. Мы будем выигрывать. Ну, честно говоря, я не так много читаю. Но когда читаю, я люблю автобиографии людей. Ну, в основном спортсменов. Прочитал достаточно много таких автобиографий. Последние какие-то наши художники читают? Я читал Злафана Ибрагимовича недавно. Фрэнка Ланепарда. Я вообще очень люблю футбол. Прям очень люблю. И вот про них, про таких… Про тренеров много. Ну, опять же, футбольных. Это тоже все по настроению. Когда-то с друзьями куда-то сходить. Где-то посидеть. Где-то когда-то с девушкой вдвоем. Когда-то с девушкой, там, с друзьями. Когда-то просто дома хочется лежать. Не знаю, какой-нибудь там YouTube смотреть. Стримы какие-то. Такое. Ну, то есть, это все по настроению. Да, вот не люблю. Сейчас в последнее время играю там в компьютерные игры. FIFA, люблю Counter-Strike. Это все по настроению. Бывает, хочется куда-то пойти. Дохнуть, а куда-то дома. Да, родители в Архангельске живут. Я вот один в Москве. Очень следят. Не советуют. Очень так аккуратно к этому относятся. Понимают, что они менее, наверное, компетентны все-таки в этом. Но переживают сильно, я знаю. Да, особенно там папа. Бывает? Мама, я знаю, особо не смотрит, потому что не может. А папа тоже бывает. Может, наоббук закрыть. Он переживает сильно тогда. А приезжают? Бывает такое, что они были на какие-то... Очень редко, но бывает. Вот в том году они приезжали в Сургут. Но в основном, я не знаю, это какая-то плохая тенденция пока. Но когда они приезжают, далеко не самая лучшая моя игра получается. Это все равно как-то влияет, да? Какие какие-то... Ну, просто, возможно, влияют, потому что они были на моей игре, ну, раз 3-4 в жизни вообще. Вживую смотрели. Но при этом там раз 200 в интернете, да? А когда вживую как-то по-другому. Ну, и я чувствую какую-то энергетику, что вот родители, ну, я не должен же подвезти сегодня. Ну, сегодня-то нет. Ну, подложу. Ну, у меня троюродный брат, участник Олимпиады. Двух Олимпиад. Причем недавних, вот зимних. У меня оконькобежец Александр Румянцев. Вот. Он в Ванкувере был и в Сочи был. Вот. А так и с там мамой, папой. Ну, они занимались, но папа занимался тем же волейболом. Брат занимался родной волейболом тоже. Но так это все вот на том уровне, как у меня это все начиналось, чтобы мы там нигде не шлялись по подъездам. И все, и там, когда учеба уже пошла, уже вышла на первый план. И я вот один пошел дальше. Я достаточно суеверный человек, особенно в день игры. Ну, мне кажется, у многих спортсменов так. Ну, например, из последнего я точно могу сказать, что я играю в таких нарукавниках, в термо. Я надеваю только с правой на левую. Бывает, когда, ну, там сидишь в раздевалке, переодеваешься и случайно наденешь левую. Я его там снимаю, агрессивно, очень резко. Не-не-не, и с правой на левую так. Так, ну, вроде. Ну, какие-то есть мелочи, но сейчас вот так на заказ сразу сложно вспомнить. Обычно ты, когда идешь, там, стол побойти, там, или что-то. Вот такое. Такой бред в голове. Присутствует. Есть, да? Не-не, неадекватность есть, нормально. Не-не, неадекватность есть, нормально.